здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на своем канале сегодня второй день протравки и я решила дополнить свое видео опять же пробуйте только на одном растении если вы сомневаетесь и у вас есть какие-то нюансы вопросы попробуйте просто на одном растении на 2 провести 2 3 протравки понаблюдайте за растением и тогда уже травите всю коллекцию я вас всех очень это прошу когда я делала влог я вам рассказывала как я травлю это первый раз я травила сейчас вот 2 2 протравка небольшие вопросы были у вас возникали это какая температура протравки должна быть так вот если у вас холодно в помещении обязательно нужно чтобы температура была выше 20 лучше когда 22-24 это самая лучшая температура для протравки именно фиалок и других растений и так вот я хочу вам показать несколько контрольных розеток здесь в принципе был была плоскотелка и что еще хочу сказать вот это все нужно убирать сухое все что вы пропустили в первый раз во второй раз обязательно нужно старые совсем порченные и сухие листья обязательно убирать так это в принципе все в порядке с этой девочкой но она стояла рядом вот с такой красавицей вот она здесь явное присутствие оранжерейного клеща очень сильно загущена середина хотя лист у него крученый это в принципе особенность сорта но вот такое вот совсем плотное все забито все перекручено опять же вот это все мы с вами убираем все это всю эту грязь нужно подчищать убирать и когда вы брызгаете и вас вот такая розетка совсем завернутая то нужно брызгать и снизу листа вот туда вот стараться попасть самой струей химии и брызгать 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 всю полностью это мы держим на контроле эту розетку потом еще у меня есть одна вот такая тоже здесь тоже самое листья были более-менее нормальная вот такой формы сердцевидной красивый лист это пестролистник ну а потом началось вот такие вот фокусы и эти фокусы нужно срочно протравливать потому что как правило это помимо того что сухость воздуха очень жарко но у меня здесь не сухо и не жарко поэтому это стопроцентно работа оранжерейного клеща признаки какой он и как он поражает фиалочки я вам показывала забивается середина тоже вот подкручиваются вот так листья но листья подкручиваются не только от него листья могут подкручиваться от температуры когда очень жарко когда сухость воздуха возле батареи стоит это тоже может быть такое там торф еще имеет значение но очень часто очень часто это все-таки именно первые признаки заражения оранжерейным клещом вот я и хочу вам показать вот эти две розетки на контроле мы их будем держать и в конце протравки это вторая протравка в конце 3 4 протравки я вам их покажу и отчитаюсь о их состоянии еще тут у меня есть ле тэдди тоже он какой-то вот не не совсем нравится вот красавчик раз красавчик но что-то мне не нравится значит тоже за ним понаблюдаем но это так я вам решила показать именно контрольной девочки которые протравленные что как они будут выглядят в конце протравки и спустя определенное время и так еще один очень важный момент меня спрашивали можно ли брызгать цветущую ну вот я побрызгала я не удалялась цветоносца и не успела вам показать супер красавицу не успела вам показать эту супер красавицу это девочка студентка л.е. классный красивый сорт имеет замечательную супер шикарную рюшу но протравка идет травятся все вместе и конечно же этой розетки досталось и вот что случилось с цветком когда на нее попал клещ попала химия и вот что случилось цветком после того как на него попала химия только один раз цветка нету он полностью весь спекся я детальное видео снимала на эту тему ссылку дам в описании поэтому если оранжерейный клещ нужно обязательно убирать не только цветоносы но и бутоны потому что он очень любит селиться в бутонах если клещ плоскотелка который селится на нижних листях и покусы видны то это тоже такой нюанс интересный потому что если не протравить от него от клеща плоскотелки он очень быстро переселяется съедает и расселяется вообще может съесть я уже говорила у меня была детка я ее поставила на контроле и за два месяца от нее ничего не осталось он просто полностью уничтожил детку которая была достаточно крупная поэтому тоже нужно травить и соответственно цветы теряют свою красоту свое обаяние и все такое и конечно жалко всегда жалко но что делать еще раз зацветет ничего страшного в этом нету конечно нужно травить тогда когда только закладываются бутоны и это период между покоями я вам говорила это начало где-то середина февраля месяца это лучшее время для протравки и так еще один очень важный момент который я не успела вам сказать и мне не сказала это я все рассказала о фиалочках о защите но я не рассказала очень важный момент о том что нужно делать с собой после протравки конечно же когда вы протравили растения вы соответственно в защите в рукавицах в респираторе вы должны обязательно протереть пол это всегда я так делаю вытираю пол делаю просветривание только тогда когда фиалки по высыхают если вдруг еще такой важный момент если у вас помещение прохладно и фиалки сильно мокрые лучше центр все-таки промокнуть чтобы обезопасить растение от замокания точки роста хотя у меня такого никогда ни разу не было понимаете я всегда обильно брызгаю и бывало и прохладно но все равно фиалки все здоровые и не было такого чтобы пропадала точка роста хотя девочки говорят что такое у них случалось но все-таки я думаю здесь вина сквозняка поэтому когда вы обработали ни в коем случае не надо сразу открывать окна и дуть на ним на мокрые растения сквозняком нельзя все хорошо чтобы вот этот момент обезопасить себя что холодный воздух или даже теплый сквозняк на мокрое растение это некроз от холода да здравствуют такие вот как вроде пожженные будут ходы через неделю полторы они проявляются и так на холод на мокрое растение ни в коем случае мы не открываем окна только когда растения высохли если сомневаетесь лучше через час после протравки промокнуть вытереть центр и промокнуть листья просто салфеткой просто туалетной бумагой чем таким что очень хорошо впитывает влагу этот такой очень интересный и важный момент потом себя после протравки обязательно умываемся моемся снимаем одежду все стираем пол вытираем проветриваем конечно же я еще раз повторяю что самое важное при протравке это защита органов дыхания защита рук полностью быть в кофте не дышать лишний раз этой химии быстренько проработали обработали растение высохло проветрили и сделали это три раза и на год на полгода об этом забыли я понимаю что это очень тяжелый и сложный процесс но все-таки его к сожалению нужно делать еще меня спрашивали почему я пользуюсь только там актофитом а не фитовермом дело то что у нас продажи есть актофит и я уверена в его качестве и в том что у меня с ним никаких спросов не будет то я его покупаю потому что я уверена в продавце и в том что мне продают если вы уверены в фитоверме о нем тоже очень хорошие отзывы я другие препараты не пробовал не читала я пробовала сан майт я от него отказалась вообще навсегда потому что него ужасная вонь он все это засыпает белым и это все белое некрасивое растение не имеет никакого вида но в пятнах поэтому сан майт я не использую и все больше я не пробовала поэтому есть другие препараты единственно что я могу сказать что ни в коем случае нельзя использовать актелик актелик очень токсичный его нельзя использовать в комнатных условиях категорически нельзя и еще такой момент актара не помогает от клеща пожалуйста это помните знаете помогает от клеща актофит фитоверм все контактного действия препараты попали убили пока что другого к сожалению не придумали мы все очень хотим и ждем когда же нам упростят жизнь но к сожалению это пока не происходит хотя есть вспоминать раньше времена когда девочки чеснок настаивали и это все там короче такой был процесс очень интересный длительный и можно сказать ужасный поэтому уже можно сказать что что актофит и фитоверм это самое более-менее безопасное и безобидное для растений и растения после протравки имеют хороший вид вы видите второй раз как они у меня протравились сейчас я выключаю свет чтобы они остывали высыхали еще такой момент есть у меня небольшой это я иногда вот когда бывает они не успевают высохнуть я их накрываю полотенцами они быстрее туда впитывать в себя эту влагу и конечно же эти полотенца я стираю и не использую для своего обихода просто это у меня технические полотенца так сказать поэтому тоже такой момент можете попробовать но опять же пробуйте только на одном растении если вы сомневаетесь и у вас есть какие-то нюансы вопросы попробуйте просто на одном растении на двух провести две-три протравки понаблюдайте за растением и тогда уже травите всю коллекцию я вас всех очень это прошу это тоже очень важное и наверное нужно это было сказать самом начале я этот кусочек вырежу и вставлю в начало поэтому повторюсь еще раз если вы сомневаетесь не уверены попробуйте сделать провести обработку на одном-двух растениях понаблюдайте за ними а потом уже травите всю коллекцию все растения которые у вас есть это самое золотое правило просто такое которое нужно всегда помнить и знать на этом все спасибо за просмотр если будут вопросы обязательно пишите в комментариях если я вдруг не ответила пожалуйста во всех очень прошу пишите еще раз не всегда сообщения приходят колокольчики потому что это как бы не не то что я не не хочу отвечать а может не успела не увидела пожалуйста пишите не стесняйтесь если что-то срочно по нескольку раз я всегда отвечаю стараюсь по возможности спасибо за просмотр красивых цветов хорошее настроение до новых встреч до свидания